Подмосковный поселок Глебовский. Последняя крупная иностранная делегация была здесь еще в 41-м. И облик города, похоже, с тех пор не сильно изменился. И жить бы так и еще 77 лет. Но тут новая напасть. Чемпионат мира по футболу. Поселку принимать в гости в сборную Франции. И Марсейн – это место с радостью! Что делать? Если старенький стадион для тренировок привести в порядок еще можно, то как быть со всем остальным? Решение нашли за месяц до приезда французов. Одним прекрасным утром Глебовцы, выйдя из дома, уперлись в трехметровый забор ФСОшного зеленого цвета. Установка забора с местными жителями не обсуждалась. И новый забор ставился практически вплотную к их уже существующим заборам. И поэтому у многих теперь двойная защита. Администрация решила обнести трехметровым забором все улицы, по которым поедет автобус сборной Франции. Подальше от взглядов футболистов и иностранных журналистов. Фабрику не видно. Лесом заросло. А мы здесь заросли лесом. Никто не спрашивал. Администрация так решила и все. Хорошо, я еще дома была, успела. Мне там надо было и ворота, и калитку. А если бы мне вот в отпуск не пошла бы, я осталась бы без ворота. По маршруту следования французы сначала увидят вот это. А потом это. А если, например, Антуан Гризман захочет заглянуть через забор, то увидит примерно вот это. На самом деле нас огородили здесь как ненормальные. Ну, почему они прячут дома? Ну, дома есть такие, какие они есть. А то они играть приедут, а нас огородили тут. Ну, типа, стремные мы здесь. Некрасивые. Ну, как это? Кому это понравится? Нас огородили, как Чернобыль. Кристина, отсидев за распространение наркотиков, переехала к своему другу Жене, который все 24 года жизни провел вот в этом доме. Своего забора до сих пор ему вполне хватало. А тут еще и ворота перекрыли. Вот, смотрите, у нас есть ворота. Вот есть ворота. Вот тут воротов нету, прошу заметить. Ну, то есть въезда нету совершенно. Ну, а если машину загнать, чего? Через ворота или с воротами? Как надо сделать? Женя с Кристиной не живут, а выживают. Работы нет, водка кончается. А тут еще этот забор. Но выход у них есть. Я КамАЗом сначала пробую, бля, все ворота, нахуй. А потом на тракторе, нахуй, заеду, терраску снесу и сам построю. Так интереснее будет. Кратово, Подмосковье. База разорившегося Раменского Сатурна теперь пригодится сборной Португалии. Спасибо. Доброе утро. За последний месяц в поселке обновили дороги и нанесли свежую разметку. Поставили забор вокруг помойки. Обригадо, сборная Португалии. Привет, на здоровье. Все четыре улицы по периметру базы будут перекрыты. Но не только они. Если у вас нет прописки и вам не нужно на эту базу, но нужно, допустим, домой, то попасть сюда без прописки вы, скорее всего, не сможете. Виктория прожила в Кратове 34 года без прописки. После смерти мужа она потеряла возможность оформить регистрацию. Получить пропуск домой на время чемпионата мира она не сможет. И получилось так, что я осталась вот с этими папками, жалобами. Я осталась в квартире без права собственности на правах бомжа. И пока Криштиану с партнерами будут отрабатывать выход из обороны в атаку, через забор от них местные жители попытаются пройти полицейский кордон, чтобы попасть домой. Можно было бы как-то решить вопрос на неделю, на три дня, но, извините, 45 дней – это уже слишком. А это Волгоград. В самом разгаре благоустройства центра. Вырубили парк на корню и поставили лавочки на асфальте. Как это может быть такое? Объявлять центральный парк культуры и отдыха. Где эта культура и отдых? Жители только что пережили атаку комаров на город. С насекомыми воевали в воздухе и победили. Но строительные работы от этого быстрее не пошли. Плитку переложить, газон пересадить, а деревья вырубить. У нас была защита хоть какая-то от Волги, от этого песка, от ветра. Сейчас у нас вообще ничего нет. И я говорю, неужели никакая необходимость была именно сейчас вырубать? Для защиты от террористов? Для чего? Я вообще не понимаю. Район с народным названием «Говнярка» в самом центре Ростова после прошлогоднего пожара так и не благоустроили. Старые здания решили завесить растяжками, а центральную площадь просто перекрыть. Теперь в городе почти круглосуточные пробки. До приезда звезд мирового футбола и их фанатов есть еще немного времени. Потом чемпионат мира, потом они уедут, а жители останутся за заборами, без деревьев, но с гордостью за свою страну.